Делегации разных стран здесь у дворца Хофбург встретили участники пикета, журналисты, правозащитники. Постарались привлечь внимание к тем проблемам, о которых на заседаниях ОБСЕ Казахстан всеми силами старается умалчивать. Притеснение независимых СМИ, судебные процессы против журналистов, нарушение прав человека. На заседании ОБСЕ вопросы не популярны. Привлечь к ним внимание старались лишь участники пикета. В столицу Австрии прилетели представители неправительственных организаций из России, Польши, Украины, Белоруссии, Туркменистана. Мы хотели выразить солидарность с Евгением Жовтисом. Хотели помочь и показать проблему, что не могут попасть родственники к такому бизнесмену, как Джаки Шеф. Он находится на сегодняшний день в тюрьме. Непонятно, каким образом проходят судебные следствия. Поэтому мы хотели просто оговорить эти проблемы. Однако на заседании постоянного совета ОБСЕ глава казахстанской делегации лишь в очередной раз заявил, республика на пути к демократии. К примеру, убийство киргизского журналиста Геннадия Павлюка без внимания не останется. Это политическое убийство, я бы сказал. Кому-то он помешал в кабочках, правильно? Но журналист делал свое дело. Чисто журналистское, правильно? Ну, что поделаешь, преступление свершилось. Сейчас, значит, виновные, задержанные, конечно, будут приняты определенные меры. На обещания Казахстан вообще не скупится. Вот только принципиальных изменений нет. Парламент по-прежнему однопартийный, политические партии не регистрируют, сидят в тюрьмах правозащитники и журналисты. Казахстан не самый лучший председатель для ОБСЕ. Более того, председательство не Казахстана очень опасно для этой международной организации. На территории республики систематически нарушаются права человека, в стране отсутствуют демократические выборы и оппозиция. Участники пикета подготовили петицию к лидерам казахстанской делегации, но вручить ее лично в руки министру иностранных дел не удалось. Дворец Хофбург оказался закрыт для представителей общественности. К сожалению, нам не удалось попасть внутрь по той причине, что сказали, что можете приходить на любую другую пресс-конференцию, но эта пресс-конференция закрыта и мы ничего не можем передать. Среди приоритетов Казахстана на 2010-е еще не подтвержденное проведение саммита ОБСЕ в Астане, противостояние терроризму, решение затяжных конфликтов, в первую очередь афганского, на встрече с прессой Канад Саудабаев отметил и важность журналистской работы. Но стоит ли ему верить, станет ясно, если, к примеру, газета «Республика» снова будет печататься в типографии, а сайт канала КАПлюс перестанут глушить в Казахстане. К этим проблемам общественники из разных стран намерены и дальше привлекать внимание, до тех пор, пока и для них не откроют двери ОБСЕ. Светлана Третьякова, Георгий Маликян, Вена, Австрия.